Здесь мы должны узнать все про Мольфара и разобраться в этой теме. Тема очень непростая на самом деле. Багато кто знает Мольфарев, как целители, в которые помогают людям. Но среди них есть как белые, так и черные махи. За словами местных, Мольфар может даже вбить. Ой, как скрипят. Добрый день! Доброго дня! Ничего себе! Проходьте, мне очень приятно. Доброго дня! Это Ганна и Микола, охранцы реальных магических артефактов, собраних в разных куточках Карпат. Эти уникальные предметы может видеть любые, желающие, посещав музей гуцунской магии в Верховине. Мольфар – это добро или зло? Ну, скажем, мольфар походит от слова «мольфа», что означает «злодия». Тобто, мольфар может делать и добро, потому что может замовить на добру справу. Но это также та человек, которая умеет и умеет магическую силу даже завдать смерть. Але найціннейшим и сильнейшим магическим предметом часто називают мольфу. За ее помощью мольфар может влиять на жизнь другого человека и, по сути, сделать с ней все, что захочет. Мольфа – это заговорный предмет. Мольфой может быть любое. Например, я всегда скажу, что я делаю совпадение и вопросу туристов, если они слышали про ляльку воду, потому что ее слышат очень часто. Мольфа также может быть лялькой. Вот, прошу, очень. Это не мольфа лялька. Данные мольфи ляльцы дают, соответственно, имя особи, люди, на которую должны делать эту мольфу. А, то есть, например, если нужно принести кому-то зло или добро, или можно и то, и другое? Мольфа может быть, скажем, заговорювати, может, как на добро, так на зло, навіть на смерть. Мольфою может быть не только лялька. Мольфою может быть предмет из одежды грудин, предмет из поводу, чи из особистой гигиены. Может быть расческа, да? Мольфою может быть, звичайно. Вот динамеди расческа, на нее сделали, подкинули назад, от тебе, пожалуйста. Я расчесался и умер, да? Ну, можно его и такие варианты. Лучше осторожно с этими экспонатами. Подробности нашего путешествия по Украине смотрите сегодня в 17.30 на 1 плюс 1.